МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего в республике 19 избирательных кампаний, в том числе в 7 муниципалитетах выборы глав администраций на должность мэра в Саиногорске, Абазе и Абакане, а в столице республики будет определен и новый состав депутатов горсовета. На пост главы сельсовета голосование идет в Верхаскизе, в поселках Кирба, Таштыб и Ачуры. А вот в Приисковом выборы пришлось отменить, поскольку они признаны безальтернативными. Один из двух претендентов снял свою кандидатуру. Первые избирательные участки в республике открылись больше четырех часов назад в Сурске и Черногорске. Они работают с 6 утра, а некоторые жители республики проголосовали еще раньше. Самым первым еще до единого дня голосования свой выбор сделало население отдаленных и труднодоступных территорий. Отложить домашние дела и проголосовать. Жители Алла Аев впервые выбрали кандидатов раньше единого дня. Лишь в эту избирательную кампанию небольшое село Аскизского района добавили в число населенных пунктов досрочников. Раньше урну для бюллетеней привозили всего на несколько часов. Это было не совсем удобно, потому что за определенный промежуток времени количество избирателей недостаточно, не успевают и многие другие причины. Вот на этот год у нас досрочное голосование. Удобно тем, что население села Айова может в любой момент прийти и отдать свои голоса. И нам тоже экономия времени. Население Алла меньше ста человек, в основном пенсионеры. Это еще одна из причин, почему сельчане делают выбор в числе первых по республике. Впрочем, такой активности позавидуют и городские избирательные участки. Уже за первый час проголосовал каждый четвертый житель. Ну как не голосовать? Обязательно. А кто же тогда будет? Кто-нибудь из 3% каких-то номеров, и все другие, значит, пройдет другую норму. Надо положено голос отдать. Надо отдать. Это как правило у нас. Мы всегда своевременно, всегда никогда не пропускали такие вещи. Быстрее отголосовал, быстрее и свободно. Сейчас я, например, на рыбалку уйду. Старожил села Нина Ивановна Сарожакова через 3 года отметит 90-летний юбилей. Выборы для пенсионерки больше, чем официальная процедура. Ведь в 70-е годы, еще в советское время, она сама искала поддержку у электората. И знает, насколько важен каждый голос. Сама была депутатом областным. Тоже выбирали. Ну тогда хороших работников выбирали. Но теперь тоже хорошо выбирают самовольно, кто желает, кто достойно себя чувствует. Видят, что достойный лед, сможет ли работать. И выбирают. В Хакасии досрочно смогли проголосовать более 600 избирателей. Для этого в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах работали 13 избирательных участков. В Аскиском, Багратском, Таштыбском и Ширинском районах. Результаты политических предпочтений обнародуют после общего подсчета голосов. Ольга Сельмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия, События недели. На 97 должностей различного уровня в республике в общей сложности претендует 1080 кандидатов. На 50 мест в республиканском парламенте свыше 600 претендентов. То есть конкурс больше чем по 12 человек на одно место. На пост главы республики 6 кандидатов. В партийной гонке участвуют 8 региональных отделений политических партий. То есть конкуренция высока. А высок ли электоральный интерес, в том числе в сравнении с предыдущими выборами такого же уровня? И когда появятся первые данные об итогах голосования? На эти вопросы нам ответил глава избиркома Хакасии Александр Чуманин. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день. Депутатов Верховного Света в Хакасии до этого выбирали чуть больше 4 лет назад. А вот голосования по выборам главы не было без малого 9 лет. А вот интерес, как вы считаете, вот прошло бы достаточно времени, интерес к выборам вот этого уровня высок или нет? Наши последние социологические данные, которые проводила избирательная комиссия, говорят о том, что интерес к выборам в районах республики, в городах республики от 70 до 80%. То есть и в принципе показатель явки, которая реально была на выборах, например, в 2012 году мы практически на выборах президента рекордную явку установили для Хакасии более 60%. Ну не мы, избиратели наши, да? А интерес к местным выборам, как правило, всегда выше. И учитывая, что все выборы республиканского, местного уровня, поэтому мы ожидаем достаточно хорошую явку избирательную. Александр Владимирович, что показывают предыдущие годы, какова явка на выборах и не падает ли интерес от выборов к выборам? Я имею в виду выборы региональные наши, то есть это и главу, когда выбирали, и Верховный Совет. Явка в 2004 году избирателей на выборах составила 38, чуть больше 38%. В 2009 году она уже 50-37, в 2012 году эта явка уже 60. Вот идею с единым днем голосования большинство раз я надобряют, но вот дату, которую назначили на 8 сентября, считают неудачной. Вот в других регионах были уже выборы и летом, по-моему, и в начале осени. Как там явка? В Красноярске, насколько знаю, провалилась явка, выбирали мэра города. Там была совсем какая-то маленькая цифра. Действительно, вся кампания пришлась на летний период. Народ находился, избиратели находились в отпусках, на дачах, где-то на выезде. В настоящее время все возвращаются, как бы интерес больше повышается. Но у нас в республике споры, конечно, идут до сих пор, удачно, неудачно. Явка, к тому же, зависит от многих факторов, да, от погоды, дождя проливного, снегопада и так далее. Но у нас в республике такие масштабные выборы впервые проходят именно в эту дату голосования. Я думаю, 8 сентября покажут, приняли наши избиратели данную дату голосования, либо как бы прохладно к ней отнеслись. Вот в этот раз мы убираем депутатов по партийным спискам и одномандатным округам в равной степени. То есть, 50 депутатов, 25 по одномандатным округам, 25 по партийным. Но роль одномандатников понятна. То есть, я прихожу на участок и голосую за понравившегося мне депутата, который будет работать потом на этом участке, к которому я приду с какими-то проблемами. Роль партийных, тем более их там несколько человек в списке, вот они какую функцию потом выполняют в Верховном Совете. И я имею в виду с привязкой к округу. С моей точки зрения, применяемая пропорционально мажоритарная система, которая у нас в республике применяется, то есть половина на половину формируется, она позволяет более широко и полно отразить интересы избирателей. Если кандидат одномандатник по одномандатному округу, он отражает интересы конкретных избирателей на данном конкретном округе, то кандидаты, выдвинутые по партийным спискам, они отражают прежде всего интересы всех избирателей, которые голосовали за данную политическую партию, за данное избирательное объединение. То есть, и отвечают за те программные установки, с которыми политическая партия шла на выборы. Кроме этого, у нас изменилась незначительная система. Теперь у нас каждый партийный список также делится на территориальные группы. То есть, помимо кандидата в одномандатном округе, у нас избиратель, теперь голосуя за ту или иную партию, голосует за конкретного человека, включенную в ту или иную территориальную группу, которая выдвинута партия. По сути, получается, второй кандидат на данном округе, второй одномандатник, скажем так. Поэтому интересы более широко, более полно будут представляться и конкретно этого избирательного округа. В зависимости от того, как избиратели проголосуют за политическую партию на данной территории. Но человек-то будет именно из этого списка, то есть, например, пять по этому округу, по партийному списку. Мне понравился там какой-то один, я проголосовал за этот список. Какой из них потом будет представлен, неизвестно. Нет, в территориальной группе у нас включено минимум два человека. То есть, мандат первоначально, если политическая партия наберет достаточное количество голосов, и этой территориальной группе будет передан мандат при распределении, то в депутаты, в число избранных депутатов попадет как раз первый из этой территориальной группы. Александр Владимирович, как-то специально готовились для того, чтобы выборы были более прозрачные? Можно какие примеры привести? Если говорить о прозрачности и открытости, то на избирательном участке в день голосования будут работать две веб-камеры, которые будут транслировать ход голосования, подведение итогов голосования в режиме реального времени в сеть интернет. То есть, все желающие могут наблюдать целый день с начала работы избирательного участка и до того времени, пока они окончат подсчет голосов за действиями членов участковых избирательных комиссий и вообще, что происходит на избирательном участке. Кроме этого, все избирательные участки в республике оснащены новым технологическим оборудованием. Все ящики для голосования прозрачные. Передние стенки у них 100% прозрачные, 95% прозрачности. То есть, избиратель и даже наблюдатели в момент открытия избирательного участка сразу видят ящик для голосования, как переносной, так и стационарный и видят, что там никакого двойного дна, что он пустой и наполняются по мере того, как голосуют избиратели. В 8 часов вечера закроются избирательные участки. Через какое время после этого появятся первые предварительные данные и где они будут опубликованы? Что касается завершения работы, действительно, в 8 часов все участковые избирательные комиссии закроются. Начнется подсчет голосов избирателей по уровню выборов. Первоначально будут посчитаны бюллетени на выборы главы республики, потом бюллетени по выборам Верховного Совета и потом уже местные выборы. Самая сложная, самая долгая, думаю, процедура будет у нас в городе Абакане, потому что участковым комиссиям предстоит подвести итоги по 6 бюллетеням. Предварительные данные будут стекаться в территориальные избирательные комиссии и по мере ввода их в систему газвыборы они будут отражаться у нас в информационном центре. Специальная карта будет поставлена, где можно будет следить за тем, как меняются результаты по мере ввода протоколов в систему в режиме реального времени, можно сказать. И все это будет проходить в информационном центре избирательной комиссии, куда приглашены средства массовой информации республики и вообще все желающие средства массовой информации. Кроме этого, предварительные итоги мы озвучим 9 числа, и избиратели могут смотреть средства массовой информации, сообщения, интернет, где будут отражаться все данные предварительные, которые по итогам голосования мы получили. То есть такие самые первые данные? Самые первые данные мы планируем озвучить в 9 часов утра 9 числа. Александр Владимирович, спасибо большое. Будем дожидаться теперь уже самого интересного, итогов выборов. Посмотрим, что они нам принесут. Спасибо. Спасибо большое. Эта неделя прошла под знаком начала нового учебного года. Ознаменовалось событие тем, что в республике, как заверяют власти, ликвидирована последняя аварийная школа. Она же в Хакасии самая старая, построенная еще в царские годы. Точнее, здание осталось, но уроков там уже больше не будет. Занятия начались в новой школе. Такой подарок получили ученики и педагоги села Матур. Нынешнее учреждение, по словам проектировщиков, одно из лучших в Хакасии. Современные строительные технологии вкупе с передовым обучающим оборудованием. В школе присвоено имя солдата, героя Григория Зорина. Константин Кравцов оценил храм науки. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Услышать первый звонок пришло практически все село. Несомненно, новая большая школа, новая достопримечательность маленького Матура. Светлые стены и коридоры размахом напоминают дворцовые. Но здесь есть еще и то, чем похвастается далеко не каждое учреждение крупного центра. Школа на 240 учеников была с нуля построена в рекордные сроки за два года. Мало кто верил тогда, что такое возможно. По большому счету это заслуга республиканских властей. Виктор Зимин заручился финансовой поддержкой федерального Минобразования. В республику пошли деньги. Часть этих средств направили в Матур. Общая стоимость объекта составила почти 250 миллионов рублей. Для Таштыбского района это очень значимое и долгожданное событие. И надо отметить, что это самый финансоемкий объект за последние десятилетия в Таштыбском районе. На строительство направлено более 230 миллионов рублей. Для примера скажу, что на эти деньги район в свое время проживал целый год. К слову, прежняя аварийная матурская школа старейшая в республике. Построена еще в царские годы. Последнее время дети и педагоги находились там под страхом. Потолок может обрушиться в любой момент. Теперь же, словам благодарности, нет конца. И кабинеты новые, и столовые, и спортзал прекрасный, и кабинеты все прям оборудованы. Знаете, большое спасибо всем поставщикам, всем, кто нам помог. Новое учреждение теперь носит имя одного из самых почитаемых матурцев. Героя Великой Отечественной войны Григория Зорина. К слову, именная школа единственная в районе. Свой фронтовой путь младший сержант Красноармеец закончил в Берлине. Он удостоен ордена Ленина, медали «Золотая звезда» и других наград. Сейчас героя уже нет в живых, но на открытие школы из Красноярска в матур приехал его сын. Была у него возможность, там, героя получил, нужно было и делать карьеру, что угодно. Он все равно вернулся в свое село, потому что его здесь ждали, потому что он любил свое село, свою родину. К слову, старая школа села, откуда переехали педагоги и ученики, сейчас пустует. Восстановлению здания, которому почти полтора века, не подлежит. По словам властей, она стала последней аварийной школой республики. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, события недели. И в продолжении темы образования о том, что волнует родителей школьников и детей дошкольного возраста, ровно неделю назад вступил в силу новый закон об образовании. Он меняет многое, в том числе и к лучшему. Например, теперь срок действия единого госэкзамена для поступления в ВУЗ значительно увеличен, а в техникумы и колледжи вступительные экзамены и вовсе отменяются. В школах же вводится ответственность за нарушение или ограничение прав и свобод обучающихся, за нарушение требований к образовательному процессу. Например, за то, что учебный план реализуется не в полном объеме, не ведется какой-либо предмет или сокращено количество учебных часов. В таком случае должностное лицо может быть оштрафовано на сумму до 40 тысяч рублей, а юридическое от 50 до 100 тысяч. А школьников будут проверять на предмет употребления наркотиков. И это еще не все новшества. Вопросов по новому закону поступает много, и некоторые из них мы адресуем сегодня нашему гостю. У нас в студии начальник отдела развития образования Министерства образования и науки Хакасии Ольга Пономарева. Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот новый документ на самом деле довольно объемный. Если прежний в 92-м году, который был принят, он уместился на 60 страницах, то для нового не хватило и 100 страниц. Вот неужели настолько много изменений? Если их долго придется перечислить, то лучше может быть те, которые принципиально новые, и конкретно коснутся родителей и учеников уже в ближайшее время. Ну, отвечаю сначала на первый вопрос, почему такой объемный документ. Потому что новый закон образования, он в себя вобрал все законодательные акты, которые ранее существовали в сфере образования. Главное, он объединил два закона. Закон о высшем и послевозовском образовании и закон об образовании. Кроме того, детализирует, скажем так, регламентирует еще ряд вопросов, которые прежде регламентировались другими законами. Ну, конечно, очень много новшеств, и основные из них я бы хотела перечислить. Ну, во-первых, дошкольное образование становится обязательным и самостоятельным уровнем общего образования. Второй момент, ликвидирован как самостоятельный уровень начальное профессиональное образование. Теперь это нет такого понятия начальное профессиональное образование. Отныне техникумы и колледжи, то есть среднего профессионального образования, будут вести подготовку как квалифицированных рабочих, так и специалистов среднего звена. То есть указают ПТУ, так называемые? Да, да. Значит, кроме этого, несмотря на все домыслы и много переживаний, этот закон гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного общего образования и среднего профессионального образования. Что это означает на деле? То есть сегодня, если ребенок хочет поступить в техникум или колледж, ему не нужно проходить конкурс, то есть местами обеспечиваются все желающие. И если только нет в наличии свободных мест, тогда зачисляются в образовательные учреждения не по результатам вступительных испытаний, а просто по конкурсу школьных аттестатов. Очень значительно расширены полномочия, но и ответственность самих образовательных организаций. Ну, здесь вот на слуху такие нововведения, как возможность школы вводить требования к одежде, бесплатно обеспечивать обязанность школы, бесплатно обеспечивать учебниками и учебными пособиями на период обучения школьников. Продлен срок действия, свидетельств о результатах ЕГЭ. Если раньше он действовал в течение года, следующего за моментом получения такого свидетельства, то сейчас срок увеличен до 4 лет. То есть выпускник школы может использовать это свидетельство на протяжении 4 лет после окончания школы. Кроме того, для поступления в ВУЗ выпускникам СУЗов отныне не нужно будет сдавать ЕГЭ. Они будут поступать в ВУЗы по результатам вступительных испытаний, которые устанавливает сам ВУЗ. А какие предметы станутся основными, а какие перейдут в разряд дополнительных услуг? Есть такое в новом законе или нет? Вот, к сожалению, родители не понимают, и, наверное, вот этим пользуются те, кто нагнетает обстановку. Абсолютно все предметы, как были основными, так они и остаются основными предметами и по старому, и по новому закону. Речь идет о дополнительных платных образовательных услугах, которые и ранее тоже были. Ну, например, на факультативной основе хотят изучать какой-то предмет. Сами родители делают заказ в школе. Вот это уже будет выходить за рамки базисного учебного плана. То есть базисный учебный план, он не изменился. Закон оговаривает приоритет на поступление в ту или иную школу, например, по принципу, допустим, прописки, по принципу места жительства или, может быть, какого-то конкурса. Главный закон говорит о том, что по прописке обязаны образовательные учреждения обеспечить и принять маленьких, скажем так, жителей своего микрорайона. При наличии свободных мест могут быть приняты на свободные места дети из других микрорайонов. Это касается общеобразовательных школ. Другое дело обстоит, если эта школа имеет повышенный уровень, и там реализуются программы повышенного уровня. В этом случае школа имеет право устанавливать определенные требования. Они, кстати, в законе тоже прописаны. У родителей, чьи дети посещают детский сад, появилась тревога с новым законом, что платить придется не какую-то часть от тех расходов, которые учреждение несет на содержание ребенка, а полностью. То есть плата за детский сад может вырасти в разы. Как и раньше, родители платят только за присмотр и уход. Что такое присмотр и уход? Это питание, это если там где-то есть вот те же бассейны в детских садах, да, ну и так далее. То есть присмотр и уход. Реализация образовательных программ абсолютно бесплатна. Как была, так она и есть бесплатна. Прежний закон оговаривал не больше 20% от тех затрат, которые несет. В новом законе, я не помню какая статья, в новом законе эти 20% отсутствуют. В новом законе это тоже теперь есть. Другой вопрос, что это регулируется теперь законодательством субъектов Российской Федерации. В республике Хакасия закон уже принят, эта норма там закреплена, поэтому беспокоиться жителям Хакасии не стоит. Пока никакого резкого скачка нет. Резкий скачок, определенный, не резкий, а определенный скачок, он бывает ежегодно, к сожалению, в сентябре, но это связано не с введением какого-то закона или еще чего-то, а это летние месяцы, когда часть детей не посещают детские сады, а, соответственно, расходы-то идут на тех, кто... Нагрузка ложится большая количество родителей. Да, да, совершенно правильно. Более того, значит, у нас с 1 января 2014 года появилась новая полномочия, которую мы будем обеспечивать. Это компенсация части родительской платы детям, не только посещающим муниципальные детские сады, но также и частные, негосударственные, дошкольные образовательные учреждения. Родители этих детей тоже будут иметь право на компенсацию... То есть сейчас они платят 100%? Да, на компенсацию части родительской платы. Ну, все будет и в негосударственном, как и в государственном, то есть в муниципальном. Фактически, да. И вот еще согласно новому закону, педагоги получают определенные гарантии по плате труда в виде суммы, которая не ниже зарплаты средней по экономике региона. Совершенно правильно. Скажите, вот как выводится эта цифра и каков ее размер в Хакасе на сегодняшний день? И соответствует ли уже закону с зарплатой? Такая задача стоит до конца 2013 года. Но уже сегодня, если мне не изменяет память, средняя заработная плата вот в районе 26 тысяч, то есть обеспечивается. Кроме того, наш республиканский закон об образовании, он зафиксировал достаточно много норм дополнительных различных доплат. Ну, к примеру, вот могу сказать, что молодые специалисты у нас введены у них повышающие коэффициенты к базовым окладам на 40% для специалистов с высшим образованием, на 30% со средним профессиональным образованием. Доплата в размере 30% должностного оклада тем молодым специалистам, у которых, которые пришли после вуза, и 50%, если у них диплом с отличием. И это позволило переломить ситуацию. Сегодня у нас все больше и больше молодых педагогов приходит в школу. А вот мы говорим о педагогах школы, а дошкольного образования, что касается их, не касается вот это вот правило? Педагогам общеобразовательных учреждений, еще раз повторюсь, до конца года мы должны их заработную плату довести до 100% от средней по региону. Педагогам дошкольных образовательных учреждений до 100% от средней заработной платы в сфере общего образования. В сфере общего образования. Педагогам учреждений начального профессионального образования, мастерам производственного обучения до 75% от средней заработной платы по региону. И вот так вот это все расписано на ближайшие три года. Ольга Игоревна, спасибо, что пришли к нам. Возможно, этот закон когда-то тоже вспомнит добрым словом, как и сегодня, советские законы, ну, вообще, советскую систему образования. Спасибо, что пришли к нам, спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была начальник отдела развития образования Министерства образования и науки Хакасии Ольга Пономарева. Поводом для встречи стал новый закон об образовании, вступивший в силу с 1 сентября. На этой неделе на телеканале «Россия» стартовал проект, который, как говорят его авторы, еще нигде в мире не показывали. И российские телезрители стали первыми, кто увидел новое шоу или еще увидит. То есть этот проект не имеет аналогов, в отличие от множества других купленных и скопированных, которые уже успели получить успех в других странах и принесли неплохие рейтинги и телекомпании. Так что в минувшую пятницу состоялась, можно сказать, мировая премьера. В эфир запущен проект «Хит». В нем впервые в истории шоу-бизнеса будут определять не лучших исполнителей, а лучшую песню. Свои произведения присылают авторы из разных уголков страны. За победу борется и наш земляк, юный музыкант из Минусинска Никола Дмитриев. В гостях у претендента на главный приз и возможного автора будущего хита побывали Олеся Калиниченко и Антон Новожилов. С музыкой на ты Никола с раннего детства. Родители шутят, что петь он научился раньше, чем говорить. В свои 13 лет юноша сочинил более 70 музыкальных композиций. Проект «Хит» не первый в карьере Николы. Он становился призером «Весны Победы» и участвовал на детском Евровидении. Сам я люблю слушать и, соответственно, сочинять социальный рок. Но где я возьму столько стихов, да и в конце концов, я бы не сказала, что много людей это слушает. И поэтому мне периодически приходится писать поп-музыку просто потому, что писать надо то, что слушают все. А для себя я не напишу себе альбом той музыки, которую я люблю. И кому это интересно, тот может послушать это отдельно. На конкурс молодой музыкант отправил песню на стихи своей мамы «Не прошла грусть». Песня о любви и надежде. Шоу только стартует, но уже можно сказать, для нашего телевидения оно уникально. И у зрителей будет востребовано. Действительно это уникальное событие, когда звезды сами ищут песни. Обычно люди показывают свой голос, а тут люди показывают именно свои песни. И все решают не то, чей голос лучше, а то, чья песня красивее и даже то, чья песня больше понравилась какой-либо звезде. Самые лучшие песни в шоу-хит прозвучат в исполнении звезд нашей эстрады. Артисты всегда мечтают открыть для себя нового автора. Николай Басков, Валерия, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Мали и многие другие. Все они надеются найти свой хит и завоевать с ним победу. Кому из них попадет наша песня, это имеет большое значение, потому что тембр у всех разный, манера исполнения у всех разная. Но эту песню, наверное, нельзя прокричать опять же. Поэтому очень много должно совпасть. Из этого списка нашу песню смогла бы спеть Мали. По условиям проекта в каждой программе хит участвуют шесть авторов и две звезды отечественной эстрады. Исполнители должны прослушать каждого и выбрать для себя две песни, а затем определиться с одной. Она и станет потенциальным хитом. Ани Лорак выбрала композицию автора Алексея Югина «Душа» и песню Николы Дмитриева. Не все верят, что песни пишу я сам, потому что у меня довольно небольшой длительный возраст. Я хочу победить и доказать, что это я пишу. Как призналась Ани Лорак, она хотела оставить обе песни, но необходимо было определиться. Выбор пал на композицию «Душа». То есть музыкант из Минусинска выбывает из проекта. Но уже сам факт, что песню Николы Дмитриева выбрали для участия в шоу своего рода победа. Анкеты на кастинг шли со всех концов России. Всего 20 тысяч вариантов. Жюри для участия в программе хит отобрали 30 самых талантливых авторов. Знакомься я, конечно, завел много и даже очень много, но вот, наверное, самым интересным получается какой-то проект, потому что я на нем значительно вырос как композитор. И я не знаю, конечно, почему, но почему-то значительно вырос, в том числе и как исполнитель. Проект «Хит» будет выходить в эфир по пятницам в 21.00. Поддержать понравившуюся песню просто. СМС-голосование будет идти в течение следующей после эфира недели. Свой голос можно оставить и на официальном сайте проекта. Именно зрители будут выбирать, какая песня продолжит борьбу в финале и кто из авторов станет открытием года. Что касается Николы Дмитриева, интерес к проекту у него не пропал. Его семья продолжит следить за другими участниками шоу «Хит». Желание стать профессиональным композитором стало только сильнее. Когда были в Сербии, в Белграде, и там у них главный храм есть, святому Сави, значит, и стоит монумент. Я подвел, а там написано, ну, по древнеславянскому, значит, трудом своим обретешь все. Вот, я его подвел, говорю, вот, фотографировал, говорю, вот это тебе напутствие. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, события недели. И возвращаясь к главному событию сегодняшнего дня, скажу, что о том, как в республике проходят выборы, можно будет узнать из выпуска новостей нашей службы информации, который выйдет в эфир в 14 часов 20 минут. Ну, а первые данные об итогах голосования завтра в нашем эфире в 11.30. У меня на этом все. Наш адрес в интернете – вести.дефисхакасия.рф. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok